В рамках прошедшего узбекско-египетского бизнес-форума в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли прошли переговоры с руководителями крупных египетских компаний, направленные на развитие торгового сотрудничества и реализацию новых проектов. В ходе встречи обсуждены возможности для иностранных инвесторов, включая налоговые и таможенные льготы, а также перспективы участия в государственной программе приватизации. Руководители 22 крупных египетских компаний прибыли в Узбекистан для выявления новых точек роста. По мнению экспертов, динамика торгово-экономического сотрудничества между двумя странами активизировалась после визита главы государства в Египет в 2023 году. Узбекистан одно из самых привлекательных мест для инвестиций, так как страна оперативно решает проблемы иностранных предпринимателей и открыта всему миру. Мне очень нравится инвестиционная среда Узбекистана. Четыре компании с делегацией Египта уже начали свою деятельность в стране, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Впереди много перспективных проектов и я уверен, что в будущем сюда приедет еще больше египетских компаний. Представителям египетского бизнеса были продемонстрированы возможности для иностранных инвесторов в Узбекистане, включая налоговые и таможенные льготы, инфраструктуру и законодательную защиту. Также были предложены перспективы участия в приватизационных программах и проектных инициативах в приоритетных секторах экономики через ГЧП. Узбекистан обладает огромным потенциалом для привлечения иностранных инвестиций. За последние 7-8 лет в стране произошли значительные изменения. В новом Узбекистане открыты возможности для новых бизнес-идей. Египетские предприниматели готовы поддерживать страну как в политическом, так и в технологическом аспектах. Египетские компании активно инвестируют в Узбекистан. Например, мы планируем установить 295 современных насосных станций в сотрудничестве с французской компанией «Виолия» для повышения эффективности ирригационных систем. В настоящее время количество компаний с участием египетского капитала превышает 40. Однако в 2017 году этот показатель составлял всего 13 компаний. По итогам переговора в формате B2G была подписана дорожная карта реализации новых проектов с установленными сроками. Для продвижения текущих планов на новый этап в ноябре текущего года будет организован ответный визит бизнес-миссии Узбекистана в Египет. Продолжение следует...